Субтитры создавал DimaTorzok Ученые МГУ знакомят студентов с наиболее актуальными проблемами науки, техники и технологий. Я сам представитель самой молодой кафедры физфака. Физфак – это ведущий факультет МГУ. Кафедра называется «Физмат. Методы управления». Что характерно, это одно из наиболее актуальных и бурно развивающихся направлений современной науки. И основная задача – это наука об управлении системами любой природы. Вот попытаться студентов приобщить к этой науке и дать фундаментальные основы. Ну, согласно, как известно, согласно существующим прогнозам, в частности, Курцвейля, значит, в ближайшем будущем, наряду с информатикой и биоинженерией, наиболее революционное влияние на современную науку, производство и технологии, вообще на развитие современной техносферы, окажет мехатроника. Это одна из таких наиболее молодых наук, которая является фактически областью научно-технического знания и инженерной деятельности, которая интегрирует механику, электронику, автоматику и информатику в целях создания техники нового поколения как средства автоматического автоматизированного управления техническими объектами и технологическими процессами. Ну, сегодня мехатроника – это самый такой раскрученный на Западе бренд технический, и специалисты мехатроники, они наиболее востребованы во всех западных странах, в частности, в США, в Европе, в Японии и других разных странах. Ну, в данной лекции я хочу остановиться на некоторых основных понятиях мехатроники, предыстории появления этой науки, и более-менее обрисовать так вот, как бы, перспективы ее развития. Изначально я несколько слов расскажу о кибернетике, о так называемом кибернетическом взрыве в современной науке. Это появление кибернетики как науки об управлении на основе информации во всех сферах человеческой деятельности, о двух темных страницах этой науки, и, наконец, о том, как эта наука подверглась такому очень странному, непонятному забвению в наушной среде. Ну и далее обрисую, каким образом мехатроника, вот эта наука, сумела, по крайней мере, выполнить роль второго пришествия, не просто кибернетики, а технической кибернетики, а именно, как компьютерная парадигма технической кибернетики, как компьютерная наука об управлении техническими системами, ну и, в частности, физическими процессами. Я хочу обсудить три вопроса, касающиеся вот как раз современного состояния и перспектив развития мехатроники. Ну, во-первых, это вот сам кибернетический взрыв, о котором я сказал, далее эволюция предметной области мехатроники, а именно, вот расширение механической парадигмы до так называемой физической парадигмы мехатроники. И два вопроса, связанных с мифологизацией, значит, мехатроники. Во-первых, это мифы и реалии конвергенции мехатроники, значит, с нанотехнологиями, и, во-вторых, мифы и реалии конвергенции мехатроники с современными компьютерными, а именно интеллектуальными технологиями. Вот эти вот четыре вопроса. Теперь, значит, переходим конкретно, да, вот что здесь. Сначала о двух темных страницах, значит, вот этой 30-летней биографии кибернетики. В 1948-м год появляется знаменитая книга Виннера. Кибернетика начинает завоевывать всю мировую научную общественность. Вот, но, несмотря на это, значит, с 1948 по 1954 год пошел мощнейший бум, значит, поднятый в западной печати в адрес и самой книги, и в адрес Виннера. Ну и у нас в СССР, значит, некоторые ученые подхватили этот бум и посчитали, что вплоть до того, что кибернетику стали считать идеалистической какой-то наукой, буржуазной лженаукой, ну и вообще имеет ли она право на существование. Потом бум быстро прошел, кибернетику объявили наукой 20-го столетия. Все будущее человечества – это не что иное, как кибернетизация всех и вся, то есть всех сфер человеческой деятельности. И второй период темной страницы – это период заката. Вдруг ни с того ни с сего в середине 80-х годов появляется наука информатика. Информатика. Поначалу как компьютер оф сайенс. Вот, тут несколько трактовок. Польские, французские, английские, англоязычные, в смысле англосаксонские трактовки вот этого термина информатики. Но получилось так, что информатика как бы вроде бы поглотила кибернетику, и кибернетика аккуратно, тихонечко сошла со сцены научного познания. Встал вопрос, а как же это могло произойти? Как может мощнейшая наука целого столетия вдруг оказаться не просто в забвении, а просто страшно забытой ни с того ни с сего? Ну, самая большая причина, конечно, это хлистоковщина, это все наполеонские планы, которые пытались, значит, вот возложить на кибернетику, как науку обо всем, а науку всего. И здесь большую, конечно, роль сыграл уход из жизни четырех столпов. Это легендарные личности, которые, собственно говоря, поднимали на щит кибернетику, создавали, проповедовали ее. Это прежде всего Липунов, это Берг, это Петров Борис Николаевич и Глушков Владимир Михайлович. И вот здесь мы вспоминаем слова, значит, знаменитых физиков, значит, зарубежных гений. Это Макс Планк, истина никогда не побеждает, просто умирают ее противникой. Ну, а также Лев Давидович Ландау, это вот сотрудник нашего факультета, лауреат Нобелевской премии, вот, потрясающая личность, конечно. Он очень просто сказал, новые теории начинают господствовать лишь тогда, когда вымрут сторонники старый. Ну, вот, по всей видимости, так это и произошло. Теперь перейдем, значит, все-таки, куда исчезла кибернетика? Ушла в информатику, как говорят многие? Нет. Чудес не бывают, никаких таких вот превращений, это все исключено. Просто появились новые какие-то зачатки, новые науки, в частности, таковой наукой явилась мехатроника, которая впервые была провозглашена в 69-м году Тесура Мури, это японский инженер фирмы, значит, электрика, это мощнейшая такая фирма интересная, Якосава Электрик. И мехатроника стала неологизмом, из двух слов, механика, меха, и электроника, троника, соединение получает мехатроника. Это как бы механическая система с электронным управлением. Собственно говоря, это уже был класс кибернетических систем, именно механическая система с электронным управлением. Зарождение мехатроники все-таки больше связано не с этим определением, не когда, значит, Тесура Мури дал это определение, а когда произошел взрыв, значит, вычлительной техники, когда появились микропроцессоры, которые позволили по-новому реализовывать алгоритмы управления, по-новому строить систему управления. И вот примерно где-то с середины 70-х годов это вот считается зарождением мехатроники, вот первые-первыхые ее зачатки. А уже к 85-му году, когда кибернетика аккуратно сошла, мехатроника уже набрала нужную силу, и в этот момент как раз в стране у нас переводится мощнейшая книга японская по мехатронике. Это книга так называемого автора Исии. Это очень известный японский ученый, который сейчас возглавил все мобильные технологии в Японии. Ну и в этой книге фактически поразгласили мехатронику как науку будущего. Вот. И самое простое определение ей дали простое. Мехатроника – это компьютерное управление механическим движением, механическими процессами. Ну, под механическими процессами что мы понимаем? Ну, это движение в любых технических системах, механические. В самолете – это все механика, крыльев и так далее и тому подобное. Это станки с числовым программным управлением, это всевозможные роботы со своими исполнительными элементами, захватными устройствами и так далее. Я уж не говорю о бытовой технике. Это вплоть до того, что всевозможные пылесосы и стиральные машины, где именно механика, вращательные процессы, поступательные, именно управление, программное на основе современных чипов, микропроцессоров, управления этими движениями – это как раз перерогатива науки мехатроники. Затрагиваю вот эти два вопроса, но они для меня прежде всего чем важны? Почему? Я напомню, что, во-первых, надо бояться не столько ошибок, сколько повторений ошибок. Это первое. И второе, что самое все-таки главное, это вот я попробую это сформулировать простыми словами, хоть он и не ученый, но, значит, Кеннеди, Джона Кеннеди. Он очень ярко и четко сказал, очень так мудро, «Худший враг истины – это часто не ложь, которая преднамеренная, изобретательная, бесчестная. Это прежде всего миф, миф живучий, правдоподобный и увлекательный». И очень часто молодые ученые, особенно это касается молодежи, могут увлечься этим мифом и лучшие годы потратить не на решение важных, интересных, красивых, значит, задач, востребованных, а просто удариться в мифологизацию, которая ничего не даст, кроме какого-то вроде бы внешнего удовольствия. Вот такими мифами как раз и является конвергенция мехатроники с нанотехнологиями и конвергенция технологий с новыми информационными или, как их называют, интеллектуальными технологиями. Нанотехнологии порождают наномехатронные системы, это молекулярные системы, это молекулярный уровень, уровень атомов и молекул, это построение систем на молекулярной основе, так называемое восходящее производство. И, наконец, интеллектуальные системы. Это система с элементами искусственного интеллекта. Как мы помним, элементы искусственного интеллекта в современной науке что понимаются? Это так называемые интеллектуальные вычления, или, как говорят по ЗАДе, вычлительный интеллект. Это нейровычления, это фазевычления, то бишь нечеткие вычления, это эволюционные вычления. Ну и вот как раз система, которая содержит вот эти элементы, их очень часто просто берут и, значит, вешают на них ярлык интеллектуальной системы. Никакой там интеллектуальности нет. Просто это система, которая использует очень интересные моменты в мышлении живого организма, в частности, человека. Ну и вот такой бионический подход. Попытаться некоторые принципы, заложенные природой в живом организме, перенести на технические системы. Но интеллекта там нет, интеллектом там, конечно, и не пахнет. Надо не забывать, что компьютер не может быть интеллектуальным по определению. Все программы, на которых работает компьютер, созданы человеком. Человек закладывает туда жесткие программы, и компьютер только повторяет. Конечно, он перекрывает человека по скорости вычлений, по памяти, поэтому он аккуратно может обыграть человека и в шахматы, и в крестские нолики, но ни о каком там интеллекте речи быть не может. Надо не забывать, что самые сложные задачи, которые человек решал, это был период озарений. Об этом многие ученые говорят. Есть ли понятие у компьютера озарения? Ну нет, конечно. Это период, может быть, какого-то счастья, какого-то там, я не знаю, период какой-то влюбленности, может быть, или период какой-то радости. Что, компьютер может радоваться? Ну нет, конечно. Поэтому ни о каком искусственном интеллекте, который может превзойти человеческий интеллект. И надо нам бояться этих машин, роботов, которые потом возьмут власть и уничтожат нас. Это все миф. С мифами надо бороться. Ну, молодежи, что я хочу посоветовать? Друзья мои, поступайте к нам на факультет. Это для вас будет большая радость. Проучиться в стенах лучшего вуза страны, лучшего факультета вуза. Ну и, конечно, не забывайте, что современная наука и современная – это все-таки информатизация, информационные технологии, самые передовые. Старайтесь изучать не только физику, не только классику и фундамент, но и компьютерные технологии. Тогда вы будете востребованы везде, всюду. И тогда вас ждет всегда успех. Удачи, удачи, еще раз удачи. Субтитры создавал DimaTorzok